Добрый вечер, РФТОВ! Сегодня вы прослушаете и мы разберем новости на легком иврите. Материал предназначен для изучающих иврит на начальном уровне. Вы прослушаете новости от 15 августа 2019 года. Я сначала прочитаю текст, а потом мы разберем каждое слово. Шалом! Материал и Курея Адромит обважают о месхар хопши между странами. Материаля, которые участвуют в мире, вверху на ближайшее время. К-30 аулина мавжигида муфигида 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 муфигида. Петок текула. Бейтамишпат осер афрада бейнгварим венашим бемофа беафула. А теперь мы разберем каждое слово. Шалом. Здравствуйте. Атем шумим хадашот бееврит кала. Вы слушаете новости. Хадашот это новости. Бееврит кала. На иврите легком. На легком иврите. Вы слушаете новости на легком иврите. Ма коре айом. Что происходит сегодня? Коре происходит. Ма коре айом. Что происходит сегодня? Первая новость здесь. Исраэль в Кореа адрумит. Израэль и Южная Корея. Слово даром это юг. Друми южный. Друмит южная. Все названия стран в иврите это слова женского рода. В том числе и Исраэль. Израэль это слово женского рода. И здесь Кореа адрумит. Корея южная. Южная Корея. Медаброд. Медаброд разговаривают. У нас получилось Израэль и Южная Корея. Разговаривают. И так как названия стран. Не важно как они звучат на иврите. Без исключений. Все названия стран. Это слова женского рода. Здесь использован во множественном числе глагол медаброд. Разговаривают не медабрим. А медаброд. Потому что речь идет о словах женского рода. О странах. Медаброд. Аль мисхар. О торговле. Слово мисхар это торговля. Возможно многим из нас это слово знакомо по словосочетанию. Мерказ. Мисхари. Мерказ это центр. Мисхари торговый. Торговый центр. Мисхар это торговля. Хофши. Это свободный. Хофеш. Это свобода. Или каникулы. Отпуск. Выходной день тоже может быть. Мисхар хофши. Торговля свободная. Бейн а меденот. Слово медина это государство. Или страна по смыслу можем перевести. Мединот во множественном числе. Государство. Бейн а меденот. Получилось между государствами. Или между странами. И перевод этой новости. Израиль и Южная Корея. Разговаривают о свободной торговле. Между странами. Между этими странами. Следующая новость. Метусим. Ме ю ходим. Слово. Матос. Это самолет. Тот же корень что в слове. Латус. Латус. Лететь. Лететь в транспортном средстве. Тас. Летит. Матос. Самолет. Метусим. Самолеты. Ме ю ходим. От слова. Ме ю ход. Ме ю ход. Это особый. Особенный. Специальный. Так тоже можно понять. Метусим. Ме ю ходим. Специальные самолеты. О зрим. Помогают. Ле хабот. Эш. Погасить. Огонь. Слово. Ле хабот. Мы переводим как погасить. Или как потушить. Можно его использовать также в значении выключить. Например. Они. Роце. Ле хабот. Это махшев. Я хочу. Погасить. Выключить. Компьютер. И. Роца. Ле хабот. Это телевизия. Она хочет выключить телевизор. В настоящем времени. Мехабе. В форме мужского рода. Выключает. Или гасит. Тушит. В форме женского рода. Мехаба. Пишется одинаково. Мехабе. Мехаба. И во множественном числе. Мехабим. Выключаем. Выключаете. Выключают. Или гасим. Гасите. Гасят. Ле хабот. Эш. Погасить. Огонь. Потушить. Огонь. Эш. Огонь. Бе яар. Или можно прочитать. Ба яар. Яар. Это лес. Бе яар. В лесу. В лесу. Коров. Это близко. Около. Лирушалаем. К Иерусалиму. Иерусалаем. Это Иерусалим. Лирушалаем. Так большинство прочитают. А в Иерусалиме многие читают как Ле Иерусалаем. Тоже имейте ввиду, что по-разному можно прочитать. По-разному можно произнести. В Иерусалиме специфический иерусалимский диалект. Иногда бывает, что там по-другому произносят слова. Коров Лирушалаем. Близко к Иерусалиму. У нас получилось, что специальные самолеты. Как специальная авиация. Специальные самолеты. Помогают погасить огонь. Или потушить огонь. В лесу. Близко к Иерусалиму. По смыслу близко от Иерусалима. Следующее предложение. Кэшлушим Олим Меэтиопия. Примерно 30 репатриантов из Эфиопии. Кэ в данном случае это однобуквенная частица. Которая пишется слитно с последующим словом. И мы ее переводим как примерно. В обычной речи чаще используется слово Бэээрэх. Бэээрэх это примерно. В данном случае Кэ может быть это элемент высокого стиля. Более формальный язык. Но в обычной речи тоже можно его использовать. Кэшлушим примерно 30. Если я скажу Кэээсрим. Получится примерно 20. Кэ Арбаим примерно 40. И так далее. Кэ это примерно. Кэшлушим примерно 30. Олим. Оле. Это репатриант. Мы знаем, что это может быть глагол. Поднимается или восходит. И отсюда восходит в землю Израиля. Репатриируется. И Олим. Это поднимаются. Восходят. Или восходящие. Репатриирующиеся. Репатрианты. Олим. Репатрианты. Ме. Этиопия. Из Эфиопии. Мавгиним. Демонстрируют. Слово мавгин. Это демонстрирует. В форме мужского рода единственного числа. Проводит демонстрацию. Мавгин. Это же слово. Любой глагол в настоящем времени. Может использоваться и как существительное. То есть мавгин в каких-то случаях мы можем перевести как демонстрант. В данном случае удобно перевести как глагол. Мавгиним демонстрирует. Неопределенная форма этого глагола. Ляфгин. Демонстрировать. Мы сравним с другим известным глаголом. Например, мазмин. Мазмин это приглашает. Мазмин. Неопределенная форма. Ляфгин. Пригласить. Также и здесь. Мавгин. Демонстрирует. Неопределенная форма. Ляфгин. Демонстрировать. Муль. Напротив. Таханат. Амиштара. Мы знаем слово тахана в значении остановка автобусная, например. Или станция транспортная, автобусная. Таханат-аутубус мы переведем как остановка автобуса, станция автобусная, автобусная остановка. Слово тахана также может использоваться в значении участок, участок полицейский, участок, или в этом же значении отделение, то есть помещение, где находится полиция регионального назначения. Таханат-а-миштара, полицейский участок. Так по смыслу мы переведем. И здесь у нас смехут, то есть комбинация двух слов. Тахана, участок, или отделение, миштара, полиция. Таханат-а-миштара, у нас А, буква Г, перешла в ТАВ, и получилось таханат, таханат-а-миштара, полицейский участок. Напротив полицейского участка, Б, Петахтиква. В, Петахтикве. Петахтиква это название города. И здесь Петах, это вход. Тот же корень, что в слове Птиха, открытие, лифтуах, открытие. Петах, это какой-то проход, вход, то есть куда можно войти. Петахтиква, как вход надежды. Дословно, если перевести это слово, чтобы понять название города и легче нам будет запомнить. Следующее предложение. Бейт-а-мишпад, осер, афрода. Бейт-а-мишпад. Здесь тоже у нас то, что называется смехут, сопряжение, словосочетание. И обратите внимание, что в словосочетаниях такого типа определенный артикль ставится перед последним словом словосочетания. В данном случае здесь два слова, и мы говорим бейт-а-мишпад. Дом суда. Суд это мишпад на иврите. Бейт-а-мишпад это здание, где проходит суд. Или суд по смыслу. Бейт-а-мишпад, суд. Осер, запрещает. Нам знакомо однокоренное слово асур. Асур нельзя, а дословно запрещено. Асур, запрещено. Осер, глагол запрещает. В форме женского рода было бы осерет. Во множественном числе осрим. Неопределенная форма леесур. Афрода. Афрода это разделение. Глагол, если мы возьмем с этим же корнем, в настоящем времени он будет звучать в форме мужского рода единственного числа, как мафрид. Мафрид разделяет. В форме женского рода мафрида. Во множественном числе мафридим. И неопределенная форма ле-га-фрид. Разделить. И отсюда существительное действие. Афрода разделение. Примерно как мазмин приглашает. Азмана приглашение. Или матхиль начинает. Адхала начало. Начинание. У нас получилось суд запрещает разделение. Бэйн говорим вэ нашим. Между. Говорим это мужчины. Нашим женщины. Здесь слово исключение. Несмотря на окончание им. Это слово женского рода. То есть если я хочу сказать, например, хорошие женщины, я скажу нашим. То вот. Красивые женщины. Нашим яфот. Но само слово нашим, исключение, окончание им. Нехарактерное для слов женского рода. Бэйн говорим вэ нашим. Между мужчинами и женщинами. Бэ мофа. Мофа. Давайте переведем как концерт. Или какое-то выступление артистов. Эстрадное выступление. Бэ мофа на концерте. Бэ афула. В афуле. Бэ афула это название населенного пункта города на севере Израиля. И пишется с буквой Айн. Бэ афула. В афуле. У нас получилось. Суд запрещает разделение между мужчинами и женщинами на концерте в афуле. Я объясню для тех, кто не слышал, что в афуле был запланирован концерт для ультра-религиозного населения. То есть то, что на иврите называется харидим. И принято в этом секторе делать разделение между мужчинами и женщинами. То есть мужчины сидят в одном месте, а женщины иногда даже за перегородкой сидят в другом месте. И есть серьезный спор в обществе по этому поводу. То есть когда проводится какое-то частное мероприятие, то на частной территории каждый имеет право делать все, что он хочет. Когда проходят какие-то мероприятия, которые субсидируются либо местной властью, муниципалитетом, либо какими-то министерствами, то любая вот такая практика разделения мужчин и женщин запрещена по закону. И поэтому женские организации, в том числе и религиозные, выступили против такого разделения на концерте, который проходит в общественном месте. И дело решалось в суде. И суд запретил проведение разделения такого во время концерта. Я выскажу мое мнение по поводу разделения по сексуальному признаку или по половому признаку отрицательное. То есть дело доходит до того в Израиле, что в автобусах некоторых решили почему-то, что женщины должны ехать в задней части автобуса и их туда отправляют. И это не является вещью законной. И очень многим мешает, даже если я не пользуюсь этими автобусами, мне все равно это мешает, потому что бывают случаи, когда в такие автобусы садятся женщины, не имеющие, как бы даже понятия не имеющие о том, что в этом автобусе такое может происходить. И дело доходит до конфликтов. И это очень плохо. То есть если автобусы частные, делайте там в них все, что хотите. Если автобус, который субсидируется государством и автобус общественный, то никакого разделения по половому признаку в нем быть не должно. Это я высказал мое мнение. Я надеюсь, что новость была полезна в плане иврита. И буду рад получить ваши отметки, нравится или не нравится, если вам не понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания. Не забывайте подписываться на мой канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok